вы друзья наверное догадываетесь что даже если ребенок живет в калифорнии где-нибудь там в кремниевой долине то не то чтобы этому ребенку удавалось постоянно оказаться где-нибудь на грядке оказываться там или видеть много животных так что поход на ферму это для нашей внучки саши некоторые события как тебе на грядке я вижу ты уже тут немножко набрала ну как тебе хорошо я пытаюсь найти самые красные но иногда то они чуть-чуть желтенькие поэтому я их беру все равно потому что какая разница совсем маленькая как она оранжевая не желтая мы первые пришли сюда сегодня правда и для нас до никого никого нет на поле для нас специально ой тут какие-то штаны стоят слушает штаны с цветочками он был уже до нас тут вот еще саша сказали что здесь можно морковку выдергивать выяснилось что саша никогда не выдергивала морковку не даже школе ну может я вытервала но они были такие маленькие такие большие которые я думаю в школе есть свой огород что ли был когда я была в киндергартен а теперь там там цветы совсем уайлда дикие цветы нет я имею ввиду не вайлд обмел эту вайлд как как так уик уйдем к там или просто растут себе растут не оккультурены да не совсем морковки нету но у нас клубника растет нас в школе да но все равно никто его не собирает никогда никто все продолжаем сбор ягод а я пока покажу саша я покажу какие тут есть красивые ягодки смотрю так вот когда садишься пониже да вот они красавцы да вот они красавцы красавцы вы видите друзья 4 корзиночки но мы еще пару сейчас наберем 4 корзиночки свежайшая совершенно клубника и ей очень много на грядках вообще никого нет людей не знаю куда все делись воскресное утро вы видите вы видите друзья цветущие помидоры они все в цвету это значит что в какой-то момент можно надеяться на то что будут и помидоры тоже цвета когда обычно помидоры ну я не знаю как в этом климате да где-то в конце августа да ты что да нам подтверждает человек что не раньше августа сашенька какой сорт там про помидоров как они тела идут дэрли герл ранее дра и фарм дра и фарм ну вот оно что она вообще без воды здесь растет ты смотришь от Здесь мы имеем сухую воду. Нет, это очень интенсивно. Сухые фармовые томаты, без воды, будут гораздо больше концентрированы и сильнее в сливе. Но где это принимает воду? Из воздуха? Из воздуха и из земли. Они идут очень глубоко в землю. Но для струберей вы используете другие струберы, да? Да, мы используем. Значит, корни глубокие, понимаете? Да, он говорит, обычно корни клубнички не глубокие. А вот помидорчики могут глубоко ходить. Поэтому вот они так растут вообще без воды. Вот, друзья, до чего дошли технологии. Значит, 25-е годовщина этой фермы будет 18 июля. И у них тут будет музыка, в общем, фестиваль целый. Какие-то тут еда, массаж, там бог знает что. Значит, вот, говорят они, приходите. Приходите. И мы сейчас, сейчас мы пойдем морковку вытягивать. Мы начали с какой-то заброшенной грядки. Как говорит, значит, человек, как его зовут? Мы не знаем. На нем написано там на ерлочке. Ну, короче, он говорит, что эта грядка заброшенная. Но если тут порыться, то, наверное, есть еще морковка. И он с собой взял такую вилолопату. Вот. И, значит, я думаю, что это не столько съедобный интерес, сколько вот для Саши. Значит, она совершенно в восторге от этого всего. Покажи, что у тебя там. Морковка! Так. Сильно. Давай дальше. Отдай бабушке, давай. В корзинку возьми. В корзинку. Давай в корзинку положи. Так, нам дали корзинку тут. Саш, только ты поверись в камеру так, чтобы тебя видно было, Саш. Вот все оранжевые штучки тут. Саш, только маленькие не бери ты совсем. Это хорошо. Да пусть берет, они хорошие и сладкие. Нам вилами немножко так разрыхлили грудь. О, смотри на этот. Вау. Вау. Да. Вот так. Три карат в один. А, вот это. Давай-давай-давай-давай. Так, нам пришли на помощь. Осторожно. Покажи. 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 Ха-ха. Вы видите, друзья, они разговаривают на одном языке. О! Покажи маленький. Но большой и быстро. А вот так. Так, как раз. Дело, но это не, да? Так, как развод. Не, это не развод. Это шахтал. Саша, кого торчит, морковка? Возьми, ты держишь ее рукой. Вот это, вот-вот-вот, прямо перед тобой, вот она. Говорят, это не укроп, говорят, нет, не укроп. Где укроп-не укроп, покажи. Ага, а этот укроп-не укроп? Он очень выглядит как укроп, но он не пахнет как укроп. Так. Вот он говорит, что он пахнет чем-то еще, там, чего-то как. Ой, слушай, он классно пахнет. Он классно пахнет, но это не укроп. Это морковка? Да, морковка. Я думала, морковка. Это морковка, это морковка. Я не знаю, друзья, видели ли вы когда-либо политкорректные подсолнухи. Вот эти подсолнухи абсолютно политкорректные, они называются black sunflowers. Называют их просто black sunflowers. Вот. А вот и укропчик. Кто ж тут чего скажет, это настоящий укропчик. Он еще не разросся. Такое ощущение, что укропчик с петрушечкой вместе тут растут. Как бы делят одну грядку. Вот. Нам говорят, что это не петрушка, а селантра. И у нее другой вкус. Сейчас я ее попробую пожевать. Да, она остренькая. Вот это вот селантра, друзья. А выглядит как петрушка. Увидев, что на ферме мед продается, мы поинтересовались, откуда он тут взялся. Они говорят, как? И откуда? У нас тут пчелки его делают. И мы отправились смотреть. Да. У нас, говорит, демократические пчелки, либеральные, никого не кусают. Аккуратно. Аккуратно. Такие ульи у них, я бы сказал, для нас непривычные. И как-то мы привыкли по-другому это все видеть. Вот так, друзья. Оказывается, тут пчелок много. Нам показывают вот такую сыраюшечку. И говорят, что там цветы сохнут. У них лаванда здесь, много других. О-о-о-о-о. Пахнет тут потрясающе, конечно. Они делают такие мешочки с цветочками сухими. Это можно под подушку положить. Можно в сушилку для белья, когда она там крутится, оно все вместе сохнет. Да. Мэтистике. Какая же масока тbalевта? Многое было. Многое хорошего. Месяца, часов, месяца. Месяца. М Augustная. Многое есть. Мас Earth. Мас byłerry. Помежду берете с ней на day. 考елен. Платили nuts. Корректорites.